Музейный экспонат Почему я ее принесла? Потому что сегодняшние уроки, мне кажется, связаны одной сквозной темой. Это тема семьи, тема дома, тема домашнего очага. А в русской литературе можно найти много примеров, когда семьи собираются, обедают, ужинают, делятся своими мыслями, новостями. И все это за чашкой чая. Скорее всего, за чайной парой фабрики Кузнецова. Первая наша тема – это древнерусская литература. Мы повторяем весь кодификатор, всю историю русской литературы. И, конечно, мы начинаем со слова о полку Игореве. Академик Лихачев сказал, что слово о полку Игореве – это героический пролог русской литературы. На ОГЕ и ЕГЕ можно встретить темы сочинений по слову о полку Игореве. Эти темы я взяла из банка заданий ФИПИ. Вспомним композицию слова о полку Игореве. Композиция очень четкая. Вступление. Поход Игоря. Золотое слово Святослава. Плач Ярославный. Побег Игоря. И эпилог. Персонажи. Вспомним всех персонажей. Это главные герои. Вот князь Игорь. Его брат Буйтур Всеволод, который вместе с ним поехал в этот поход. Их отец, Святослав Всеволодович, князь Киевский. Ярославна. Можно сказать, тип русской женщины. Русский национальный характер. Боян, который упоминается в слове о полку Игореве. Но автор говорит о нем. Я не буду, как боян, растекаться мыслью по древу. Художественное своеобразие слова полку Игореве – это фольклорные мотивы, разумеется. Смешение жанров. Какие жанры тут можно встретить? Хождение или хожение, как раньше называлось. Воинская повесть. Блина. Песня. И поучение. Законченная композиция. Сочетание эпического – это событие, это поход Игоря. И лирического – переживание. В основе сюжета – событие поражения. Не часто это делается. Вот если бы Игорь поехал в поход, и на этом все словословиями закончилось бы – нет. Автор показал и поражение, и плен, и бегство Игоря из плена. И широта проблематики. Теперь. В прошлый раз я говорила об ассоциациях. Потому что и на уроках, и в сочинении нужны сравнения, и нужны примеры из литературы. И, как и в тот раз, я взяла якутскую литературу. То есть региональный компонент. Истоки государственности в слове о полку Игореве и в произведении, можно сказать, в статье Кулаковского якутской интеллигенции. Во все века истоками государственности являются патриотизм, то есть любовь к родине, готовность к защите родной земли и мужчины, и женщины. Крепкая семья, как мы уже говорили, и мудрый руководитель. Все это мы можем видеть в слове о полку Игореве. И идея слова о полку Игореве – это идея об объединении русских земель в единое государство, сплочение. Поэтому вот я выделила эти истоки государственности. Теперь смотрим сюда. Ни одно произведение древнерусской литературы не обходится без обращения к религии, православию. Вот смотрим на вершины, верхушки православных храмов. Шея и купол. Глубокое молитвенное горение к небесам. И подобное завершение русского храма – это огненный язык, увенчанный крестом и кресту же заостряющийся. Это вертикаль свеча, то есть, можно сказать, жертвенное горение отличается от вертикали иглы, которая как бы вонзается и в человека, или в небеса готического храма. Это не новая презентация, то есть, это не новый слайд, поэтому здесь дан не реконструированный храм, а его схема. Это хатасская богородицкая церковь. И смотрите, какие виды куполов и какую архитектуру, которая пришла к нам из Древней Руси, нес и несет в себе этот храм. Хатассах. А в Якутске ярким примером свечи или луковки можно считать всем известные купола Преображенского храма. И делаем вывод. Русский храм – это живой человек, его пластический образ. Пусть в слове полку Игореве прямо и не говорится, но все его герои – это люди крещеные, люди глубоко верующие и пронизанные православием, можно так сказать, поэтому. Теперь наша ассоциация или наше сравнение. Алексей Елисеевич Кулаковский, его псевдоним «Эксекулях Лёксёй» – один из основателей якутской литературы, ученый-фольклорист, лингвист, этнограф, философ и общественный деятель. Один из основоположников якутской литературы. Мы обращаемся к его произведению «Якутской интеллигенции». Иначе оно называется «Письмо якутской интеллигенции». Оно было написано в селе Качикатце в 1912 году, когда Кулаковский был домашним учителем у Семёна Петровича Барашкова. Местности Титтех – это один из первых якутских, можно сказать, капиталистов, предпринимателей, который в отдельной местности создал своё, как бы, хозяйство, новаторское для того времени хозяйство. А Кулаковский был у него в семье учителем. Вот смотрим на какие-то основополагающие элементы этого произведения, этой статьи «Якутской интеллигенции». Цивилизованное человечество должно жить и развиваться в условиях мира, то есть стремление к миру. И общерусская, общероссийская направленность Якутии. Если более подробно, какие советы даёт Кулаковский, конечно, это он даёт не от своего имени, это веками накопленный опыт. Через него обращается к современникам. Приобщение к культуре, развитие культуры, поднятие материальной и духовной культуры. Вот слово «три», культура мы повторяем три раза. Уход за землёй, советы по рыболовству, по животноводству, по коневодству, разведение свиней, поощрение предпринимательства. Вот как Семён Петрович Барашков. Обучение детей на родном языке. Борьба с пьянством и курением. На этом делаем выводы. Что нового мы внесли в изучение этой темы? Во-первых, истоки государственности. Это не только Россия и Якутия, но и всех государств. Ещё раз посмотрим. Так. Это патриотизм, крепкая семья и мудрый руководитель. Всё это и есть в слове о полку Игореве. И князь Игорь, и Всеволод, и его дружина, несмотря на грозное предснаменование, полное солнечное затмение, идут в поход и спить шеломом из дону. Они всегда готовы защитить родную землю. Крепкая семья, вспомним плач Ярославны. Которая в Путивле рано утром вспоминает мужа и обращается к природным силам, чтобы они были милостивы к нему, и чтобы Игорь и его дружина вернулись, вернулись победой. И мудрый руководитель. Здесь мы вспоминаем золотое слово Святослава, который обращается к князьям с обращением о мире, об объединении, о сплочении. То есть сегодня мы можем сделать такие выводы и повторили классическое произведение древнерусской литературы слово о полку Игореве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok